может быть что-нибудь может быть kingdm например там ее вроде небольшой видос на прошлой неделе я сделал видос а 15 минут ну кстати давайте 15 бесполезной информации про red dead redemption там было про gta она была неплохая то же самое только про rdr давайте вроде бы то там интересные вещи помните вы про gta смотрели от него то же самое только про rdr мне кажется будет нормально ты голод на прошлой неделе я сделал видос про бесполезную инфу в gta 5 и многие в комментах просили сделать еще но давайте будем честны никто в здравом уме не станет смотреть видос таким тупым названием все остановить остановить мы в жопу вы по-любому видали этого пацаненка который продает газеты валентайне и в первые месяцы игры у него можно было найти секретное письмо которое сейчас вырезали из игры но нихуя себе уже закрытый контент считай ну-ка должны были его толкать до тех пор пока он не потеряет сознание а после чего украсть у него письмо и в письме было следующее дорогая мама слишком сильно обо мне беспокоишься ничего со мной не произойдет я вернусь домой богатым человеком ты уже можешь задумываться о том чтобы забыть о работе это прекрасная страна и люди ко мне очень добры знаете этот пацан достойно уважения но на рэдите поднялась шумиха игроки возмущались как это в игре можно вырубать несовершеннолетнего пост ой господи ублюдки тупые rockstar полностью вырезали из игры как способность вырубать пацанам так и само письмо боже эти эти блять зарубежные на этой локации можете найти странно выжженные деревья куда ударила молния но один из пользователей рэдди там понял что если встать под правильным углом то из деревьев получил реально говноеды ебаные тупые блять уёбки моралисты были кончены в выблитке самые худшие долбоебы которых можно только придумать это слово вай почему но это не все если во время грозы прийти на это место ровно в 10 часов 4 минуты у вас ударит молния что является отсылкой на фильм назад в будущее где молния ударила в часы в 10 04 ух ты нихуя что молния ударит часы ровно в 10 часов 4 минуты вечером в следующую субботу в 2010 году на ю тубе появился ролик с очень странным багом из перо red редэд редэншена где у женщины mpc вместо лица была морда осла ее можно было оседлать и кататься на ней на дат и волны на этой локации игроки нашли отсылку на этот баг где женщина с мордой осла или как ее назвали в игре женщина-ослица умерла по всей видимости из-за изнурительной работы который ее за нихуя себе на ли делать что крайне грустно однако если не знать про эту отсылку то это довольно таки крипово кто проходил игру знают про ученого который создал робота но круто кстати но робот получился чуток забагованы но спустя время когда мы возвращаемся робота нет а ученый мертв робота можно найти на горе и он будет повторять слова папа но из вырезанных диалогов получается что у робота было больше фраз чем просто папа он говорит следующее что говорит о том что ученый по всей видимости хотел разобрать робота а робот всего лишь защищался блин ну вот конечно такие ему в игре я обожаю просто пиздец вот такие мини штуки в играх я просто обожаю это прям это прям в меру жестко прям это вот вайп создают вообще офигенный игру классный вот этот видос класса на самом деле вот сколько мы смотрели дерьмо про дэд рд 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 вот эту хуйню мы не видели но я по крайней мере не видел ее замечали что при перестрелках когда у противника выпадает оружие из руки то она сама стреляет дело в том что предохранители придумали шестью годами ранее событий в rdr 2 это на одном револьвере которого нету в игре кстати юзая эту фишку можно заставить противников использовать свое же оружие против них самих я смотрел тонну видосов на ютубе про герд рэду брейт уэйд кто не в теме на этой локации можете найти заколоченный туалет где сидит больная девочка и все ютуберы рассказывают одну и ту же историю гертруда одна из дочерей богатейшего семейства брейд уэйд свои уродства и психические заболевания бедная гертруда получила в результате кровосмешения внутри семейства и чтобы скрыть уродливое дитя которое позорным клеймом легло народ брейд уэйд of ее и упрятали в этом туалете и это действительно крайне жестокая судьба для бедной девушки которые просто такой родилась не по своей вине а только вот она такой не родилась если подойти близко к туалету то можно услышать как она говорит рандомные цифры а как вы знаете из прошлого ролика rockstar обожают скрытые шифры а точнее метод шифрования а1 за 26 где каждая буква заменяется своим порядковым номером в алфавите и в итоге получается вот такой текст отправляйся в бучер крик и посетив все туалеты по порядку читая разоблачение подумал что за бред и как понять какой порядок но отправившись бучер крик я заметил что в каждом туалете есть римская цифра и после посещения каждого туалета в этом доме наверху холма появилась красное свечение но если использовать мод на свободную камеру выяснится что это пентаграмма что говорит о том что девочка такой не родилась ее проклятие и благодаря одному используя сортирное проклятие для реддита который нашел в файлах игры вырезанные диалоги все встает на свои места из вырезанных диалогов становится понятно что у отца девочки есть салон в сан-дэмисе где в какой-то момент дела стали идти не очень хорошо и отец девочки прибег к помощи ведьмы ведьма помогла но вот отец девочки обманул ее и нифига не заплатил а ведьма в качестве наказания прокляла его младшую дочь еще один пруф это то что в салоне можно найти фотографию гертруды где она абсолютно здорова а бред ее старшей сестры про то что девочка такой родилась это ложь и про то что она будет помогать ей с бостона тоже ложь ведь если пройти игру на сто процентов выяснится что девочка умерла в полном одиночестве вот такая вот грустная история блять охуенно очень крутые мы в мувы прям прям вообще кайф если начать рыбачить на этой локации неподалеку от дома мэра сан-денниса то по какой-то причине вы поймаете отрубленную руку супер интересный видос вот я хотя rdr2 как бы не играл ну я знаю что за игра ну все очень интересно смотреть места для привязывания лошадей виде лошадей только в сан-деннисе во всех остальных местах там тупо дерево дело в том что прототипом привет донжон привет дмитриев сан-денниса стал говардер 2 никто не будет смотровый орлеан где в 1902 году были именно такие столбы на одном из формов pdr2 игроки нашли за карта игры замерзшего неандертальца мы должны были его найти и нарисовать дневники но по какой-то причине этого сделать нельзя кстати мне это напоминает того замерзшего пришельца из первой локации gta 5 если кто не в теме про лепреконов то в двух словах это волшебник из ирландского фольклора у которого очень много золота и прячут они его там где радуга касается земли так вот если у вас в игре появилась радуга и вы отправитесь на край где она касается земли то вы попадете в лимпании что созвучно с лепреконом и в доме шерифа обязательно найдете золотой слиток я видосик прикол про rdr2 показывал что карта игры меняется с прохождением игры только вот игроки заметили что и npc тоже меняются чокнутый дед становится еще более чокнутым безумный охотник еще безумнее некоторые персонажи наоборот меняются в лучшую сторону а некоторые увы стареют как я уже сказал рок-стар вдохновлялись новым орлеаном создавая сан деннис и они добавили вот этот красивый дом из реальной жизни только вот случилось неожиданное это дом актрисы сандры булок и ребенок ее соседи сделал пост в реддите что тип оу лол это ж дом моей соседки вот адрес и после чего вот толпа фанатов rdr2 в ковбойских шляпах отправилась кио дому а особо отбитые перелезали через забор и как итог это единственный дом во всем новом орлеане который заблюрим в гугл карте во избежание сумасшедших фанатов игры но это пиздец долбоёбы встретись перевернутые цирковые фургоны в одном из которых будет скелет девушек с одним телом а на фургоне их фотография почему их держали в фургоне с решетками непонятно но вот во втором фургоне можно найти куклу предсказательницу один в один кукла аннабель если по ней ударить то она сделает вам предсказание она говорит фразы в зависимости от вашего внешнего вида если у вас слишком длинная борода то скажет что нужно ее уже постричь если у вас мало хп что у вас проблемы со здоровьем но в любом случае она пипец какая жуткая если съесть ядовитые растения и упасть с высоты то из-за анимации блевания вы на время станете бессмертным я уверен вы уже сто раз видели этих костей гигантов других видосах perder 2 но в игре должен был быть реальный гигант которого вы вырезали из игры если вы отправитесь на эту локацию из пещеры с вами поздороваются а вы не только он себя описывает а вы не можете быть парни потому что я слишком длинный это так? да 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 это так это так как я сказал это и потому что я был слабый и хотел говорить может быть мы могли быть парни я всегда хотел бы быть парни настоящий парни кто-то поговорить с человеческим состоянием ты знаешь? я не знаю много об этом я не знаю я не знаю будь хорошо, друзья будь хорошо однако из вырезанных сцены NPC мы можем увидеть как гигант должен был выглядеть на самом деле это супер высокий мужчина в костюме который должен был сидеть на этом выступе также мы знаем что его зовут Гевин ведь Сандей нахуя вырезали мы можем найти человека который постоянно ищет своего друга по имени Гевин бля как же все связано да? офигеть вроде идешь так по городу просто какой-то NPC но максимально нонеймный который тебе ничего не дает ты с ним никак не взаимодействуешь он кидает какие-то фразы типа бля где ты где ты где ты чел где ты чел а потом хуяк и вот по описанию он очень большой имеет хорошее чувство юмора и всегда любит одевать костюмы а из вырезанных диалогов становится понятно что наш гигант отправился в цирк уродов чтобы заработать денег для семьи однако там над ним издевались и не платили зарплату из-за чего он разочаровался в людях и решил жить абсолютно один в игре можно встретить вот этого челика который прикидывается слепым и если навести на него оружие то он сразу себя спалит но вот если навести оружие на реально слепого человека то никакой реакции уже не будет перед тем как содрать кожу с мертвого аллигатора персонаж обязательно бьет его ногой чтобы удостовериться что аллигатор мертв на этой локации можете обнаружить гориллу которую многие почему-то называют мертвой хотя это всего лишь чучело если выстрелить в нее то окажется что у нее есть каркас что доказывает что это просто чучело но почему она здесь так и никто не ответил на этой локации должна была быть шахтом но увы рок-стар не успели ее докончить и поэтому просто оставили ее в файлах игры но в самой игре ее нет и попасть туда невозможно как можете заметить шахта закончена на процентов 60 70 но в некоторых местах не успели добавить текстуры а крайне редкое явление но иногда ночью вы можете встретить поезд призрак который появляется всего на пару секунд и вскоре пропадает вау рок-стар заставили актеров озвучки озвучивать каждый диалог дважды один на случай если персонаж стоит вблизи с другими нпс и второй если вы вдалеке каждый раз когда артур видит свое отражение в зеркале он начинает нелестно обзываться своей внешности в одном из магазинов сан-деннисе это я так себе говорю когда смотрю на себя в зеркало ты стареешь старый и немного грустный тем в клетке должен был быть говорящий попугай у которого 12 минут вырезанных разговоров мне реально жалко актрису озвучки во-первых после такого голоса она явно потеряла голос а во-вторых ее даже не использовали в игре если вам реально нечем заняться и вы по какой-то причине решите там типичный день 6 часов утра блять посчитать звезды на американском флаге в игре то у вас получится ровно 45 звезд а в реальной жизни их 50 дело в том что действие игры разворачивается с 1896 по 1908 года а в эти годы штата оклахома нью-мексика аляска аризона и гавайи не входили в состав соединенных штатов на форумах по rdr2 игроки заметили что если использовать читы на свободную камеру и заглянуть в гробы то внутри них реально окажутся останки чтобы вы понимали без счетов это сделать невозможно и назревает вопрос нафига это было делать на этой локации только мне кажется подгрузила игру больше не можете найти трех оленей которые запутались рогами и погибли что очень странно но это отсылка на реальный случай за гаю который никто так и не смог объяснить в родосе рядом с магазином можно заметить собаку которая просит еды смотря в окошко и если зайти в магаз то мы заметим что собака увидела в окне сосиски и колбасу которые там висят вы скорее всего натыкались на этого парня который просил вас передать письмо и браслет своей девушки и если вы как добрепорядочный человек сделать те как он просит сыграется вот эта катсцена но если вы как тварь продадите браслет и только потом отправитесь к девушке то сыграется абсолютно другая катсцена если вы обращали внимание на лошадь с дядей то по какой-то причине у нее растут усы и на первый взгляд гибать или выглядит крипово может показаться что это баг игры или типа того но это порода лошади тинкера у которой реально растут усы и выглядит это максимально странно и вать усатая лошадь и дряжа странно надеюсь данная странная рубрика вам понравилось напишите про бессмысленных ну что как вам видос чат по моему получился очень годным вот вы не хотели смыть как с gta а он реально подобрал не совсем тривиальные 100 но какие-то вот вещи такие банальные тип там лошадь с усами думаю многие видели кто играл там или кто знает лучше о лошадях вы видели их в реальной жизни но многие факты очень крутые ну прям охуенные то есть прям пиздец очень классно были мне было очень интересно смотреть